В жизни Пермского театра юного зрителя знаменательное и непростое событие. Стартовал грандиозный ремонт, но театр работает, правда, на других площадках. Тему продолжим с нашим утренним гостем. Я рада вам представить Артём Юрьевич Агеев, директор Пермского ТИЛЗа. Доброе утро. Артём Юрьевич, как долго продлится ремонт и какие работы будут выполнены? О, как долго продлится ремонт, вопрос очень интересный. Для нас он тоже загадывающий. Нет, конечно, есть планы, сроки, которые мы определяем подрядчикам. Но объём работы очень большой, будет вскрыта сцена. И после этого могут выползти невидные при обследовании какие-то проблемы. Я надеюсь, что их не будет. Если они выползут, конечно, ремонт задержится. Я надеюсь, что мы получим свою сцену обратно в октябре месяце. И там уже тогда определимся с датой открытия нашего сезона нового, который, как сказать, будет предварять наш юбилей, который пройдёт 4 декабря. 55 лет исполняется театру. Я смотрела список тех работ, которые проведут в театре. Он прям огромный. Столько всего планируется сделать? Да. Давно не было какого-то такого большого глобального ремонта. Мы попытались максимальный объём работ провести в этом году, чтобы порадовать зрителей, которые придут к нам на юбилей, которые придут к нам на 56-й театральный сезон обновлёнными интерьерами и большим комфортом. Но, конечно, прежде всего это зрительный зал. Мы отремонтируем его. Не буду рассказывать, как он поменяется. А большой реконструкции мы не планируем. Но из таких приятных вещей мы оборудуем его новыми креслами. Я надеюсь, они будут приятны как взрослым, так и их детям. Потому что они будут, как сказать, трансформируемые, чтобы было удобно сидеть маленькому зрителю и взрослому. Ну и, конечно, большая работа будет проведена на сцене. Мы поменяем планшет сцены, мы поменяем круг. Круг у нас новый будет с кольцом. Я надеюсь, что это даст какие-то новые толчки фантазии режиссёров, которые будут ставить спектакли в следующем сезоне, ну и в дальнейшем. Первые работы уже начались. Я так поняла, что 18 мая вы уже закрылись. Мы закрылись, да. Мы начали уже практически месяц идут работы, которые не видны были зрителю. Это не мешало работать театру, не мешало пройти студенческой весне, которая, в частности, была и на площадке нашего театра. Но работы уже идут вовсю. Завезены материалы, инструменты, рабочие будки стоят на заднем дворе. То есть полным ходом всё идёт. Сейчас, сегодня мы последний раз всем коллективом собрались в нашем зале. Ну, а в следующий раз мы всем коллективом встретимся уже в обновлённом зале, когда мы его получим. Но всё-таки работу свою вы не приостанавливаете. Сезон ещё не закрылся. Нет, нет, нет. Конечно, театр не может никоим образом, несмотря ни на какие ремонты, остановить свою работу в середине практически мая месяца. Мы всегда работаем до июля. И мы продолжаем работать. Ремонты затрагивают ту часть театра, которая непосредственно к сцене относится, в фойе в нашем распоряжении. Поэтому мы играем вечерние спектакли камерные в фойе, которые традиционно там идут. Они идут здесь, у нас. И помимо этого мы выезжаем в различные районы нашего города, в ДК всякие по договорённости. Билеты на эти спектакли, которые мы играем здесь и в мае, и в июне, можно, как и обычно, купить на сайте нашего театра или в кассе, потому что это всё продаётся. Здесь никаких секретов нет. Мы постарались свой график сделать так, чтобы так или иначе несколько спектаклей сыграть в каждом районе города. Я знаю, что у вас планируются более дальние поездки, нежели в районы города. Это у вас впереди гастроли. Где вы успеете побывать? Самые большие гастроли, которые мы ждём с нетерпением, это гастроли в город Санкт-Петербург. Мы будем играть на сцене театра комедии имени Акимова. Это на Невском проспекте. Всех пермяков, которые поедут в город Санкт-Петербург, в город на Неве, любоваться его красотами, в отпуске, на каникулах, мы приглашаем на наши спектакли. Мы везём три спектакля. Это одна из последних премьер «Сказки про ёжиков в тумане». Этим спектаклем мы будем открывать наши гастроли. Первого июня, в День защиты детей, этот спектакль Министерства культуры города Санкт-Петербурга, в День защиты детей. Для детей Санкт-Петербурга мы будем его играть. Второго числа мы будем его играть для простого зрителя. Третьего числа, третьего июня мы покажем премьеру одну из последних спектаклей, которые мы уже возили на фестивале. Это «Мёртвые души» в постановке Владимира Гурфинкеля. И закончим мы гастроли 4 июня спектаклем Михаила Юрьевича Комарухова «Продавец дождя», который тоже был на фестивалях. То есть репертуар мы отобрали очень тщательно. И вот просто изюминки, наверное, из последних спектаклей, которые поставил наш театр. У нас осталось совсем немного времени, но я знаю, что у вас начинается работа над новым спектаклем. Уже что-то о нём можно рассказывать? Я должен сказать, что начинается работа не над новым спектаклем, а над новыми спектаклями. Впереди у нас абсолютно точно будет две премьеры. Один спектакль – это спектакль для подростков. Он называется «Goodbye Berlin». Это, да, по оригинальной немецкой книге. Фильм был, и тем не менее, это очень здорово написанный материал, очень интересный. У нас есть договорённость с режиссёром, с постановочной группой. И этим спектаклем, я думаю, что мы, ну, во всяком случае, мы планируем, что именно им мы и откроем нашу новую сцену. То есть мы его готовим как раз к тому моменту, когда мы откроем театральный сезон на новой сцене. Ну и второй спектакль, который тоже уже идёт процесс работы над ним – это новогодняя сказка «Принц Пламбир». К Новому году мы с радостью всех наших зрителей, любимых, порадуем новой, новогодней, хорошей сказкой. Вот. Планы-таки очень долгосрочные. Я надеюсь, что у вас всё получится именно так, как вы запланировали. Из графиков никто не выявится. Я напоминаю, этим утром у нас в гостях был Артём Юрьевич Агеев, директор Пермского театра юного зрителя. Оставайтесь с нами, увидимся через пару минут.